Добрый день, уважаемые коллеги! Моё сообщение, ну, оно носит более такой обобщающий характер и посвящено основным принципам диагностики и лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей. Немножко буду перекликаться с Анной Сергеевной, ну, потому что тема такая, которая касается всех, здесь не может быть подхода только морфолога и подхода только клинициста. Ну, понятно, что это достаточно редкие мезонхимальные новообразования желудочно-кишечного тракта. Редкие мы говорим в том случае, если мы говорим о структуре онкологической заболеваемости в целом. То есть это не больше, чем 10-15 случаев на 1 миллион населения. А если мы говорим о мезонхимальных новообразованиях желудочно-кишечного тракта отдельно, то это очень часто опухоль, и примерно 80% всех мезонхимальных опухолей желудочно-кишечного тракта приходится именно на долю гастроинтестинальных стромальных опухолей. Средний возраст 50-60 лет. И, как сказала Жанна Сергеевна, мы обсуждали о том, что наиболее часто, это 60% случаев, это локализация в области желудка. Примерно треть случаев локализация тонкой кишки, реже 12-перстная прямая кишка. Ну, а уже локализация пищевод, ободочная кишка, большой сальник, брыжейка и забрешенное пространство, это все в районе или чуть менее 1%. Ну и мы уже из первого сообщения поняли о том, что основным механизмом развития этой опухоли является мутация в гене цикит примерно 80%, и ген ПДГФР, это около 10%, ну и около 10% это опухоли, которые не имеют данных мутаций. В том случае, если возникает прогрессирование заболевания, то оно, как правило, возникает с поражением печени или либо поражением брюшины. Лекарственное лечение – очень сложная проблема для лечения этого новообразования, поскольку основным методом лечения импостатической болезни является терапия ингибиторами тирозинкиназ. Основной препарат, который мы используем, это имотиниб. Химиотерапия абсолютно неэффективна при лечении данной категории пациентов. Клиническая симптоматика. В основном клинические проявления этого заболевания начинаются с болей в животе, причем боли нарастающие по своей интенсивности, сопровождаются развитием тошноты, рвоты, потерей аппетита и снижением веса, но при этом большинство пациентов отмечают увеличение в объеме живота. Нарастающая анемия и в связи с этим признаки анемического синдрома прогрессирующая слабость и пальпируемые опухолевые массы. В случае длительного течения опухолевого процесса нередко возникают признаки непроходимости и кровотечения из различных отделов желудочно-кишечного тракта. Диагноз гастроинтестинальной стромальной опухоли, как и для большинства всех остальных новообразований, это триада, на которую мы опираемся, в которой включает в себя данные физикального осмотра, результаты патоморфологического исследования и результаты инструментальных методов обследования. Первичная диагностика пациентов должна быть проведена до начала каких-либо лечебных воздействий и включает в себя, конечно же, сбор анамнеза и физикальный осмотр, это общеклинические биохимические показатели крови с оценкой состояния костно-мозгового кроветворения, оценкой уровня тромбоцитов, гемоглобина, лейкоцитарной формулы, обязательно оценка функций почек, печени и электролитного состава крови. Эндоскопическое исследование, фиброгастродоноскопия, при этом выполнение одномоментно эндоузи при эндоскопическом исследовании, оно, конечно, является предпочтителем, особенно если речь идет о заболевании желудка, заболевании пищевода, заболевании тонкой кишки, поскольку эндоузи позволяет более детально оценить структуру опухоли и более детально оценить размеры опухолевого образования. Ну, конечно же, это инструментальное исследование органов брюшной полости и малого таза, это используется либо ультразвуковое исследование, либо компьютерная томография. И обращаю ваше внимание, что, конечно же, компьютерная томография с внутривенным контрастированием это более предпочтительный метод как для первичной опухоли, так и при диагностике метастатической формы заболевания. Ультразвуковое исследование органов малого таза и, в частности, МРТ, это более предпочтительный метод исследования, если мы подразумеваем локализацию опухоли в области прямой кишки. Вот так вот могут выглядеть различные картинки. Опухоль может достигать огромных размеров, занимать всю брюшную полость, распространяться в полость малого таза. Может быть образование, которое имеет одно образование крупных размеров, а может оно распространяться и формировать два, три и более очагов. Морфологическое исследование, как и в большинстве других злокачественных образований, оно имеет крайне важное значение для клинициста. И, конечно, очень важно иметь в своем составе грамотного морфолога. Что мы ждем от морфолога? Это размеры опухоли, локализация, морфологический вид, методическую активность и наличие разрыва капсулы опухоли, если таковое было во время хирургического лечения. Поскольку именно от этих факторов определяется в дальнейшем прогноз для развития риска рецидива заболевания, определяется вся, строится вся линейка лечебной тактики. И многистохимическое исследование, это определение CD117 или DOC, при отсутствии мутации в генах КИТ или PDGFR, целесообразно выполнение, как мы уже поняли, исследования с определением экспрессии субцинат-дегидрогеназа. В том случае, если опухоль локализуется в желудке, то предоперационную биопсию предпочтительно делать именно эндоскопически, нежели через кожную биопсию, чтобы не повредить капсулу опухолевого образования. ПЭТ-КТ используется либо для, в случае сомнительных результатов компьютерной томографии, когда нам не совсем все ясно, либо для оценки метаболического эффекта лечения это тоже может быть. Ну и как Анна Сергеевна нам сказала, что есть очень маленькая группа джестов, это те варианты, когда они являются немутированными, то есть это дикий тип по гену CD117 и по PDGFR. И, конечно же, это опухоли, которые протекают более агрессивно. Это опухоли, которые с меньшей вероятностью ответят на терапию ингибиторами теразинкиназ. Это опухоль, которая зачастую экспрессирует такие агрессивные факторы, как кераз, нраз и брафмутацию имеет. Ну и в зависимости от того, что же мы получаем в итоге, в зависимости от размера опухоли, от локализации, от методического индекса и от факта разрыва капсулы, что всегда является крайне негативным фактором, мы определяем, в какую группу риска рецидива заболевания относится каждый конкретный пациент. Это от очень низкого риска до высокого риска. Ну и, соответственно, по тем параметрам, которые мы получили, мы определяем дальнейшую тактику. Об этом тоже сегодня уже Анна Сергеевна говорила, о том, что мутационный статус, он обладает крайне важным прогностическим значением. Пациенты с точными мутациями, ну, в частности, речь идет о дупликациях в 11-м экзоне генокит или PDGFR, за исключением вот этой редкой, крайне редкой точной мутации, она встречается менее чем в 5% случаев, это D842V. Это пациенты, которые обладают более благоприятным прогнозом. А отсутствие какой-либо мутации или наличие вот этой D842V редкой мутации, это крайне неблагоприятный прогноз. И такие больные живут значительно хуже, показатели выживаемости их ниже. И связано это с тем, что отсутствует ответ на основной препарат, который мы используем для лечения джестов, отсутствует эффект на терапии имотиниба. И независимо от того, где локализуется первичный очаг, в каком отделе желудочно-кишечного тракта, одногодичная общая выживаемость составляет порядка 70%, трехлетняя 38-44%, а пятилетняя выживаемость может достигать примерно 35%. Основным методом лечения локализованной и местно распространенной формы гастроинтестинальной стромальной опухоли является хирургическое лечение. И, конечно же, в том случае, если это действительно локализованная форма, то предпочтение отдается на первом этапе хирургическому лечению. В случае рецидива заболевания и метастатической болезни применяется таргетная терапия препаратом имотиниб. Если мы говорим о локализованных формах, то при небольших размерах опухоли, если опухоль не превышает 1-2 см, допустимо использовать тактику частого динамического наблюдения. Но при этом, конечно же, нужно помнить о том, что в зависимости от морфологических особенностей опухоль может прогрессировать. Поэтому, если вы выбираете тактику динамического наблюдения в данной ситуации, то, конечно же, вы должны предварительно детально оценить все риски, оценить методическую активность структуры опухоли и риск рецидива заболевания. В том случае, если опухоль имеет размер 2 см и больше, показано оперативное лечение. Конечно же, предпочтение отдается экономным резекциям, отступая от края опухоли не более чем на 2 см. В том случае, если мы имеем картину, когда лимфатические узлы не вовлекаются в процесс, то лимфодисекция здесь не проводится. Возможно применение ляпароскопических операций, но в том случае, если это опухоль небольших размеров, и в том случае, если речь идет о высокоспециализированных лечебных учреждениях, то есть именно тех стационарах, которые имеют опыт лечения данных пациентов и опыт проведения подобных операций. То, что здесь, конечно, крайне важно, чтобы не было травмирования капсулы опухоли, иначе пациент сразу автоматически переходит в группу высокого риска рецидива заболевания. Возможно эндоскопическая операция, хотя их целесообразность очень-очень сомнительна, потому что радикально иссечь ножку опухоли в данной ситуации будет очень сложно. Ну и в том случае, если мы имеем по исходу операции нерадикальный характер оперативного вмешательства, то повторная операция рассматривается на первом этапе. При невозможности ее наблюдения, невозможности ее выполнения, либо динамическое наблюдение, либо проведение таргетной терапии эмотинибом. В том случае, если первичная опухоль локализуется в пищеводе, в кардиальном отделе желудка, в 12-перстиле прямой кишке, и при местно распространенном процессе оправданной является тактика предоперационного назначения таргетной терапии эмотинибом. Для чего? Для того, чтобы сократить размеры опухоли, и в последующем хирурги смогли выполнить органосохраняющую операцию. В случае сомнительной резектабельности опухоли целесообразно проведение предоперационной терапии эмотинибом. Длительность терапии не должна превышать 6-12 месяцев, и после завершения курса предоперационной терапии показано выполнение хирургического вмешательства. Ну и когда хирурги удалили опухоль, морфологи детально нам описали ее структуру, описали размеры, локализацию, мы определяем, в какую группу риска рецидива попал пациент. В том случае, если это низкий риск прогрессирования, то тогда пациенту показано динамическое наблюдение. Сюда же относятся пациенты с очень низким риском рецидива заболевания. Для всех пациентов, которые относятся к группе промежуточного или высокого риска прогрессирования заболевания, показана адювантная терапия эмотинибом. Если раньше обсуждали о том, что достаточно одного года, то в настоящее время однозначно и для группы промежуточного, и для группы высокого риска прогрессирования заболевания длительность терапии должна составлять 3 года. Ну и прежде чем планировать адювантную терапию, конечно же, показано обязательно определение мутаций. Если мы имеем дикий тип, то есть нет мутации в гене ЦИКИД, нет мутации в гене ПДЖФР, то в этой ситуации вряд ли пациент получит выгоду от назначения таргетной терапии эмотинибом. Конечно, в этой ситуации достаточно будет выбрать тактику частого динамического наблюдения. Ну, а что касается вопросов метастатического процесса, Альбина Сергеевна нам сейчас детально расскажет о том, какие механизмы, какие этапы, какие линии терапии мы можем предложить для наших пациентов. Я благодарю всех за внимание и надеюсь, что действительно наши труды не будут напрасны, и мы сможем справиться с этим заболеванием. И в заключении, конечно же, хочу вас пригласить на форум «Белые ночи» в надежде на то, что нам удастся справиться с той пандемией, которая охватила сейчас весь мир, и мы встретимся с вами в июне на «Белых ночах». Субтитры создавал DimaTorzok